Чуть-чуть рискнул, не сильно получил, а вот переборщил, вот извините. Вот сейчас надо, я думаю, чуть-чуть рискнуть, чуть-чуть рискнуть Тарасу Шатова. Конечно, вчера мы были молодцы. Так, ну сейчас, конечно, тоже интересно заезд, и Шатов хорош. Ой, постановочка такая не задалась вначале, мне кажется, у Лукьянова. Так, Тарас-то, смотрите, жертвует углом, но остается рядом с гипербыстрой ГТ-шкой, но там он пожертвовал углом на 100%. Ну, очень тяжело, очень тяжело бороться с Никитой Лукьяновым по сухой трассе. Запазднует, запазднует, здесь все поздно, нужно же было предвидеть, что он там все углит. Это же очевидно. А сейчас здесь на андерсетиле нет, это получается какая-то гонка вдогонку. И Никите надо сейчас аккуратно провести заезд, но я сегодня наблюдал за тренировками, и Никита справляется неплохо в роли преследователя, даже за достаточно медленными автомобилями он как-то вот справляется прям. Вот что-то вот походу перекрутил держака себе на Сильвии Тарас, и вот прям вот не хватает машины. Да, просто, ну, машина Тараса Шатова не очень мощная просто-напросто, а Никита Лукьянов очень здорово едет в роли преследователя. Все тут задымил нам, буквально дымовую замесу, дымовую замесу повесил. Либо впереди... Да, это было круто, 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 да. Никита Лукьянов. Все-таки в него воткнешься. Вот два варианта развития событий. Наконец-то Аркадия отпустила. Но, видимо, зацепило что-то другое. Не, мне зацепило другое. А у нас Евгений Руженников и Никита Лукьянов. Итак, поехали. Синхронно стартуют, и Евгений Руженников не особо-то и отпускает Никиту Лукьянова. Но, понятно, здесь, ай, в первой дуге. Почему-то, почему-то Женек всегда внутрь очень едет в первую дугу, не понимая, с чем это связано. О-о-о-о, какая перекладища была в исполнении Евгения Руженникова. Жаль, что там дальше он, такое ощущение, что не понял, что ему с этим добром всем делать. Но перекладку просто он, зажмурившись, мне кажется, делал. Насколько резко она была. Да, насколько она была резко и насколько она была близко. Там просто передним бампером он, мне кажется, даже нарисовал там что-то на заднем бампере ГТ-шки. Это было прям невероятно круто, я хочу вам сказать, друзья. Но, понятное дело, что ошибка дальше была очень грубая после этой перекладки. Да, и пропустил бы дальше. Так как за любого другого пилота, когда есть возможность за хороший дрифт наградить победой, мы это делаем. Смотрим. Итак, Евгений Руженников в роли лидера, Никита Лукьянов в роли преследователя. Но Женя, конечно, себе жизнь очень сильно усложнил своим первым проездом. А Никита Лукьянов очень аккуратненько. Ну, а зачем ему было рисковать, не более, что наверняка знает Никита Лукьянов. О том, что Евгений Руженников раз-раза там едет чуть-чуть внутрь. И ему наверняка споттеры подсказали. Ведь сейчас, на самом деле, дрифт это стал еще и спортом стратегии. Когда споттеры поднимаются на вышку, долго наблюдаются всеми пилотами. Делают себе какие-то пометки, может быть, или в голове как-то запоминают. И подсказывают пилотам, чего им ожидать. Опять, поэтому без споттера, конечно, в дрифте нынче очень сложно добиться результатов. Хотя ты, Аркадий, по-моему, до сих пор, да, без споттера ездишь? В общем, ну, тут... Ну, что, тут все понятно. Следующая пара. Никита Лукьянов, Айрат Ибрагимов. Вот тоже история с разной энерго-вооруженной. 12-13 место квалификации. Вот это показатель реального того, что человек управляет автомобилем. Сейчас посмотрим, как это получится в этот раз. Айрат Ибрагимов в роли лидера, Никита Лукьянов в роли преследователя. Ну, понятное дело, что Айрат будет всю дорогу просто в полный газ ехать. Ну, а Никита Лукьянов будет стараться ехать близко вторым номером. И при этом контролировать свою скорость. Никита хорош. Был углом, да, быстрее раз углом загасил сам себя. При этом не потерял ничего. Так, синхронная Ай, чуть-чуть там была помарочка на перекладке. Главная перекладка такая сильная была. Но очень приятно. И под финиш. Спокойненько работает, спокойно, без суеты. Ну, стоит отметить, что Никита Лукьянов хорош. Движение автомобилей по трассе. Вернее, автомобили начинают двигаться по трассе, а мы начинаем за ними наблюдать. Айрат Ибрагимов вырывается вперед немножечко. Но тут вариантов у него других не было. Иначе бы от него просто Никита Лукьянов на разгоне уже уехал очень далеко. Так. Ну, Айрат тут не намерен сдаваться так легко. Вот даже притормозил левой ногой в какой-то момент Айрат. Так. Чуть-чуть углом пожертвовать пришлось Айрат Ибрагимову. Но он все равно стремится не отстать. Смотри, близко едет. По внутрянке, но близко. Ну, тут уже, конечно, борщ. В последней дуге уже, конечно, борщ. Как-то некрасиво. Даже весь заезд. Он где-то вроде рядом, но не рядом. То есть он где-то в стороне. Да. Ну, как бы не зашло. Не зашло. Никита Лукьянов выходит в полуфинал. Смотрите. В Красноярске иногда бывает. Не всегда, конечно, получается. Но в Красноярске точно что можно, это углем подышать. Ну, посмотри, диски, какой стиль. Диски, не спорю, хорошие. Расширение. Это, кстати, пандем. Да. Смотри. О-о-о-о. Давайте, парни, порадуйте нас классным дрифтом. Ну, тут Саня, конечно, потерял переднюю ось. Соответственно, потерял темп. Но догнал. Посмотри, догнал Никиту. Саша Казанцев, конечно, боец невероятный. И для него... И у него, конечно, гештальт со второго этапа остался незакрытым абсолютно точно. И он будет всеми правдами и неправдами сейчас пытаться хоть что-то предпринять для того, чтобы навязать борьбу Никите Лукьянову. Но, в принципе, это получается, если бы не вот эта оплошность на постановке. Опять, да. Вот зачем прибирать угол? Александр Казанцев в роли лидера. Никита Лукьянов в роли преследователя. Набирают скорость автомобилей. Ой, там разобрал заднюю часть BMW своей Саши Казанцев. Ну, это вакханалия просто какая-то. Реально. Такое ощущение, что для Саши Казанцева Никита Лукьянов является каким-то гиперраздражителем. И он начинает просто гнистово валить. Не, Лукьянов люто едет. Ну, нет, Лукьянов, понятное дело, что очень круто едет за Александром Казанцевым. Но и Саша Казанцев, конечно, меня впечатляет. Это без вариантов. К сожалению, для Саши Казанцева. Потому что Саша Казанцев, ну, как бы в первой дуге уже там все стало понятно по большому точку. Никита Лукьянов в финале. Никогда такого не было. И вот опять. Итак, дамы и господа, финал третьего этапа Сочи Дрифт Челлендж. Григорий Бурлуцкий, Никита Лукьянов уже на старте. И что интересно, Григорий Бурлуцкий будет лидером в первом заезде. Потому что он занял третье место во вчерашней квалификации. В отличие от Никиты Лукьянова, который был лишь тринадцатым. Я еще раз вам, друзья, напомню. Но опять же, сейчас это не имеет абсолютно никакого значения. Все самое главное у нас впереди. Набирает скорость автомобиля. Оу, какая постановка в исполнении Бурлуцкого. Ну и стоит отметить, что ни капли не уступает Никита Лукьянов. Тут чуть-чуть подотпускает перекладкой. Перекладывается. И посмотрите-ка, с чуть меньшим углом пришлось ему какое-то время ехать для того, чтобы догнать, но подстроился. И близкий парни дрифт мы снова наблюдаем в исполнении Никиты Лукьянова. Какое крутое мастерство демонстрирует этот украинский гонщик. И как он здорово контролит всю ситуацию. Еще одна перекладка. И финишная дуга в исполнении этой пары. Аплодисменты! Это заезд реально достойный пенала. Начинает движение автомобилей. Григорий Бурлуцкий не отстает от Никиты Лукьянова. Постановка синхронная. Расстояние. Расстояние, да. Расстояние между автомобилями мы видим, что появляется. И кажется, что здесь сложно очень Григорию Бурлуцкому справиться с темпом Никиты Лукьянова. А Никита Лукьянов, кстати говоря... Он зауглил. Никита Лукьянов сохранил шину первым проездом, потому что ехал вторым номером. Ай-яй-яй, коррекции. У меня эти взрывы пугающие. Да, взрывы пугающие. Да, здесь без вариантов. Никита Лукьянов одерживает победу второй подряд в третьем этапе Сочи Дрифт Челлендж. Григория Бурлуцкого поздравляем с подиумом, со вторым местом. Это, конечно, выдающееся достижение. И еще раз, вот они, призеры и победитель третьего этапа на ваших экранах. Поздравляем их. Всем пока, друзья!